С детства нам говорят, что нужно укреплять иммунитет. У бабушек, врачей и незнакомых людей из интернета разные способы это делать. Но мало кто рассказывает, что же такое иммунитет и как он укрепляется. Сегодня я постараюсь объяснить максимально понятно, как наш организм защищается от бактерий и вирусов, и как мы можем помогать этому процессу. А на всякий случай, если я для вас очередной незнакомый из интернета, меня зовут Виктор Осокин. Будем знакомы. Физкульты. В России рост заболеваемости простудой начинается в октябре, а пик ее приходится на январь. Это связано с понижением температуры воздуха и повышением влажности, что упрощает задачу вируса. А еще уже не первый год по планете шагает неприятная болезнь, против которой нужно помогать бороться нашему организму. И для спортсмена, например, бегуна, любое заболевание – это большая проблема. Во время болезни тренироваться нельзя. Выпадает 1-2 недели тренировок. После болезни нужно плавно возвращаться к тренировкам, поэтому еще 1-2 недели восстановительных пробежек не по основному плану подготовки. Это значит, что прогресс замедляется. Кроме того, период между вашим полным выздоровлением и днем участия в соревнованиях желательно, чтобы составлял не менее 4-6 недель. Так что болезнь может оказаться причиной пропуска важного для вас старта. Спортсмену не меньше, а даже больше других необходимо следить за своим иммунитетом, хотя наверняка часть этих важных действий он уже делает. Но обо всем по порядку. Так что же такое иммунитет и как он работает? Каждую секунду вашей жизни вас хотят убить. Представьте поле боя. Огромное сражение с каждой стороны, в котором миллиарды воинов. Это то, что происходит в нашем организме круглосуточно. Сражение между солдатами нашей иммунной системы и внешними бактериями. В рядах нашей иммунной системы есть пехота, танки, разведка и даже научная лаборатория. Они подключаются в разные моменты времени и в разных ситуациях. Потому что у них, как и у любой армии, есть командование и план ведения боя. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. И против всех заболеваний на планете, которые когда-либо были или когда-либо могут появиться во Вселенной, у нашей иммунной системы есть все. Задумайтесь, в нашем организме находится настолько обширная библиотека средств защиты, что она способна защитить нас от оспы, чумы, коронавируса и даже тех болезней, о которых мы узнаем только через 100 лет. Иммунная система – самая сложная система в организме. Сложнее у человека, устроен только мозг. В ее работе участвуют лимфатические узлы, печень, селезенка, миндалины, костный мозг, зобная железа и кишечник – 24 вида клеток разных размеров и функций. И все это делится на две подсистемы – врожденная и адаптивная. Первая – это передовой отряд. Вступает в бой сразу, но является более слабой. А вторая – основные силы. Вступает в бой позже, но более эффективно. Смысл же у всей системы один – уничтожать чужеродные клетки и при этом случайным образом не повредить своих. Но если наша иммунная система такая замечательная, то для чего нам вообще что-либо? Витамины, спорт, лекарства? И почему мы моментально не излечиваемся сразу от всех болезней? Иммунитет снижается с годами. Но это не значит, что плохую работу иммунитета надо сразу списывать на возраст. Можно в 60 лет иметь иммунитет крепче, чем в 20, так как есть факторы, которые влияют на него сильнее, чем возраст. Сон. Наша армия воинов иммунной системы пополняется во сне. То есть клетки-защитники вырабатываются, пока мы спим. А это значит, что недостаток сна или неспокойный сон приводит к тому, что линия защиты редеет. В исследованиях 2017 года пары близнецов разделяли. Одному из близнецов нужно было спать 4-6 часов, а второму 7-9. У всех близнецов с плохим сном было заметно меньшее количество лимфоцитов, важнейших клеток иммунной системы. Сидячий образ жизни. Наша иммунная система работает активно тогда, когда активны мы. Физические нагрузки приводят к улучшению работы клеток по всему организму. В то время как в состоянии покоя наш иммунитет практически спит. Кроме того, регулярная физическая активность снижает уровень стресса и повышает выработку антител. Но есть одно «но» – чрезмерная физическая активность. Тренировки высокоинтенсивные, слишком продолжительные, а также недостаток восстановления приводят к стрессу и переутомлению. В итоге происходит выработка гормонов стресса и подавленное состояние. Иммунная система опять же будет работать хуже. Именно поэтому во всех наших программах тренировок от «Бег с нуля» до «Марафонских» делается акцент на низкоинтенсивной тренировке и восстановлении. Так что если вы хотите укрепить свой иммунитет, то наша программа «Бег с нуля» будет отличным введением в постоянную физическую активность. Восстановление в ней стоит на одном уровне или даже выше тренировок, именно потому что чрезмерные нагрузки могут отразиться на здоровье, а умеренные наоборот укрепят его. Каждый месяц мы запускаем новый поток программ. И когда самый ближайший? Прямо сегодня. Вы еще успеваете присоединиться, так что переходите по ссылке прямо сейчас. А мы продолжаем. Сахар. Потребление сахара ослабляет и замедляет действия клеток иммунной системы. Сахар влияет напрямую и очень быстро. Уже через 30 минут после вкусной шоколадки вы становитесь больше подвержены атакам на ваш организм. Алкоголь. Как мы уже говорили в одном из наших выпусков, алкоголь токсичен. Алкоголь. Древнейший из производимых человеком продуктов. И эффекты от его потребления включают уменьшение выработки лейкоцитов, замедляют работу кишечника и перегружают печень. И так как все это участвует в работе иммунной системы, алкоголь ослабляет ее. Курение. Тут, в общем, и говорить не о чем. Сигареты содержат более 250 высокотоксичных веществ, которые воздействуют практически на весь наш организм. И иммунная система не исключение. Чрезмерное, подчеркну, чрезмерное потребление кофеина. Кофеин стимулирует нервную систему, увеличивая уровень стресса в организме. А высокий уровень стресса провоцирует выработку таких гормонов, как кортизол, которые подавляют работу иммунной системы. Лишний вес. Чем больше лишнего веса у человека, тем хуже выработка лейкоцитов и антител к инфекционным заболеваниям. Недостаток воды. Каждая клетка нашего организма на 75% состоит из жидкости. И без этого она не сможет существовать. Это же относится и к клеткам, защищающим наш организм. Проще говоря, нашу армию нужно достаточно поить. Наверняка часть этих причин присутствует или ранее было в вашей жизни. Значит, ваша иммунная система не так хорошо справляется с ее задачами, как могла бы. Пора ли паниковать? Давайте проверим. Вот признаки того, что ваш иммунитет снижен до критического уровня. Постоянная усталость. Сна достаточно, нагрузки как обычно, но сил совсем нет. Это значит, что иммунная система ослаблена и организм переведен в режим сохранения энергии, чтобы иметь достаточно сил для борьбы с внешним врагом. Проблемы с пищеварением. Большая часть процессов иммунной системы связана с пищеварением. И если начались частые проблемы с кишечником или желудком, значит проблемы с иммунитетом. Частая простуда. В среднем человек простужается 2-3 раза в год и болеет не более 10 дней. Если болеете чаще или дольше, иммунная система не справляется. Долго заживают раны. Регенерация кожи тоже задача иммунной системы. И если она это делает долго, значит что-то не в порядке. Но даже если вы не достигли того уровня, когда появился хотя бы один из этих признаков, ваш иммунитет поддерживать все равно нужно. Но как это делать? Для того, чтобы наша иммунная система работала эффективно, мы можем делать то, что будет ее поддерживать. И во время сезонных заболеваний люди сразу вспоминают о витаминах. Начнем с того, что не нужно бежать в аптеку и скупать все витамины в таблетках. Целенаправленный прием витаминов нужен, когда вы сделали анализы, увидели недостаток определенного вида витамина в организме, и врач назначил курс приема, которому вы будете следовать. Поедать витамины без разбора и в огромных количествах, скорее всего, вам либо не поможет, либо даже навредит. Основные же витамины для поддержания иммунитета мы можем получать с едой. Так что давайте расскажу, какие витамины нам полезны и откуда их получить. Исключением, пожалуй, является витамин D в регионах с недостатком солнечного света. А это большая часть России. В этом случае врачи рекомендуют употреблять его на постоянной основе. Витамин А. Он является материалом для производства лейкоцитов и помогает находить бактерии и вирусы в организме. Содержится в моркови, тыкве, сладком перце, шпинате, броккле, рыбьем жире и печени, а также в сливочном масле, яичных желтках и молоке. Витамины группы В. В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9 и В12. Все эти витамины важны для иммунитета. Они выполняют функции от материала для строительства клеток иммунной системы до обеспечения ее энергией. Содержится в авокадо, клубнике, бананах, молоке, йогурте, а также мясе и рыбе. Витамин С. Самый популярный витамин. Ведь все знают, что он так важен для поддержания иммунитета. Он действительно повышает производство интерферонов в организме. А это то, что борется с распространением вируса, нашей внутренней антивируса. Содержится в основном в апельсинах, лимонах, клубнике, киве, шиповнике, облепихе, сладком перце. Витамин Е способствует регенерации клеток иммунной системы. Больше всего его в орехах, семечках, шпинате и броккле. Витамин К. Кроме того, что улучшает работу сердечно-сосудистой системы и укрепляет кости, он еще и усиливает иммунитет и улучшает свертываемость крови. Что также является частью борьбы с внешним заражением. Содержится в зелени, крапиве, цветной обычной капусте, броккле, оливковом масле, твороге, молоке, а также в некоторых злаках и фруктах. Список продуктов, содержащих необходимые витамины, на самом деле гораздо больше. Поэтому мы составили для вас подробную таблицу с необходимым перечнем и количеством витаминов для суточного потребления и продуктов, в которых они содержатся. Вы можете скачать ее по ссылке в описании к этому видео. А нам пора переходить к самому главному. Каждый знает, что если замерзнуть на улице, то можно простудиться. Но не все знают, что само заболевание возникает не от холода. Когда организм замерзает, клетки иммунной системы становятся менее активны. Вирусы же, наоборот, отлично чувствуют себя в холоде. Так что причина болезни – снижение работы иммунитета и те вирусы, которые нас постоянно окружают. Просто обычно наша защита без проблем с ними справляется. Оставаться на пробежке в тепле вам поможет правильная экипировка. Почему она должна быть именно беговая, мы рассказывали в выпуске «Секрет пота». Сегодня теплые аксессуары мне предоставили наши друзья – магазин «Ранзон». Ссылка на эти вещи есть в описании. А еще там же подборка всей необходимой в холодное время экипировки. А с этим промокодом у вас будет хорошая скидка, но она действует ограниченное время. Так что не откладывайте. Из всего, что сегодня было сказано, напрашивается несколько простых выводов. Итак, для повышения иммунитета нужно наладить питание, уменьшить употребление сахара, не переедать и следить за весом. Избавиться от вредных привычек. Пить и курить – здоровью вредить. И в данном случае иммунитету. Приобрести полезные привычки. А конкретнее – ввести в свою жизнь регулярную физическую активность. А если еще конкретнее – бегать с «Симпл Ран». Ведь не стоит забывать, что нагрузка должна быть умеренной. А интенсивные тренировки каждый день, наоборот, подорвут иммунитет. Употреблять необходимые витамины вместе с пищей. Какие и с какой пищей – смотрите в нашей таблице. Наладить сон. Спать как минимум 8 часов в сутки и в максимально комфортных условиях. Постараться максимально сократить уровень стресса в повседневной жизни. Не всегда это зависит от нас, но старайтесь сделать все, что в ваших силах. Держать ваше тело в тепле. Кстати, такие факторы, как тепло и холод, могут как перегрузить ваш иммунитет, так и помочь ему и вашему восстановлению. Об этом скоро мы снимем отдельный выпуск, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. В нашем организме идет постоянная война. Главнокомандующих наших войск – наш мозг. Основную часть приказов он отдает без нашего ведома, автоматически. Но нам нужно участвовать в этом осознанно. Несложные правила помогут получить преимущество в битве. И встретить любого врага во все оружие. Тем более, если вы бегуны, хотите прогрессировать в течение всего года. Так что, будем здоровы и бежим дальше. Точнее, нет. Бежим дальше и будем здоровы. Кстати, заниматься по нашим курсам можно через очень удобное приложение Simple Run. Там есть дополнительные функции, такие как интервальный таймер, в который можно загрузить свою тренировку и ни на что не отвлекаться на пробежке. И кроме этого, еще много всего интересного. Скачивайте это приложение для iPhone или для Android. Ссылка в описании.